чтобы мы с вами были интересными мы конечно же должны стремиться к органике что такое органика что нужно чтобы быть естественными в кадре у кого есть такая проблемка вот я не знаю куда смотреть не знаю куда направить взгляд есть такая проблема я не знаю куда девать руки я не вижу перед собой людей и я по этому поводу комплексую в старом театре по моему щепкин описывает такую историю была такая история когда актеры со сцены произносили текст пафосно так на хороших голосах героическую какую-то пьесу и тут вдруг по сцене прошла собачка маленькая собачка какого-то там я не знаю помощника режиссера и весь народ переключил свое внимание на эту самую собачку так вот для того чтобы люди не переключали внимание на то что самое естественное в нашей жизни собачка была настолько естественная настолько правда жизни да что им как бы вот этот пафос слушать то в общем и уже и не хотелось собачка было интереснее спокойнее всего себя чувствуем когда мы сами себя снимаем но для того чтобы у нас взгляд был более естественным да посмотрите что я написала да рядом с камерой где-нибудь прикрепите фото поставьте какую-то хорошую игрушку которая связана у вас с вашим ребенком например я например когда начинала только вот в камеру говорить да я у меня есть тут фотографии моих детей с одной стороны они и не осудят и не скривятся да и в то же время у вас внутренне вот этого состояния покоя умиленности и приятности такой от того что вы видите фото своего ребенка того человека короче который вызывает у вас хорошие добрые чувства которые вас изнутри будет греть есть у вас у кого-то такие вот как вы уже сейчас придумали кто мог бы у вас вас ободрить вот таким образом есть зеркало наполнится но дело в том что камера у нее есть мониторчик поэтому можно смотреть в общем то в этот мониторчик камеры на самого себя во первых занимать такое положение чтобы я хорошо выглядела вот а во вторых как бы представляет себе что это ваша там сестра двойник брат двойник да и вы собственно говоря ему все и рассказывать кроме того давайте вот обсудим с вами жест жест что вы думаете по поводу жеста жест должен быть априори любой оратор тот кто обращается должен понимать что жест он очень сильно поддерживает вашу мимику как для начинающих вы во первых выставьте камеру не делайте вот эту вот ужасную говорящую голову всех дикторов всегда обратите внимание показывают как минимум крупным планом по грудь обратили внимание да кроме того вот эта вот часть верхняя так называемый воздух над головой он тоже необходимая часть восприятия вот не спрашивайте меня сейчас почему это надо делать это долгий разговор я сейчас могу уйти в дебри просто примите к сведению хорошо запомните каким образом нужно располагать себя в кадре жест должен быть симметричным не превращаемся в однорукого бандита да вот у меня сейчас есть как вы видите мышка в руках но ее надо иногда оставлять в покое для того чтобы все времени жестикулировать одной и той же рукой иначе создается впечатление что у человека что человек инвалид у него одна рука однорукий бандит так называемый вот как только мы начинаем использовать только одну руку сразу же вспоминаем это расхожее среди операторов ну и вообще как бы у мастеров публичных выступлений да вот это вот выражение однорукий бандит поэтому жест используем не обязательно двумя руками сразу махать то одной рукой то другой рукой ну иногда можно и вместе двумя руками особенно когда вы что-то стараетесь обобщить соответственно какое-то движение двумя руками и еще совсем не обязательно постоянно использовать жест но если он вам не клеится если вы не чувствуете что вы можете каким-то образом подкрепить свою речь не используйте вы все время жест однако периодически все таки ваши руки должны находиться в кадре поверьте это в большой степени эту картинку вашего видеообращения сделает более эмоциональной и более живой договорились пробуем различные вариации угу Васильев в в модном приговоре стал жестикулировать а вот и замечание ему наверное сделали сказали что надо априори требуется потому что лучше смотрится лучше воспринимается как говорят знаете жест придают яркости вы становитесь более убедительным вот исследования показывают вот не попрешь против этого факты и еще а чтобы не выглядеть смешно все таки продумывайте свой жест каким образом все знают что вот этот вот жест что обозначает вот это вот как бы самый известный и что он обозначает жест когда мы говорим да я к вам да с открытой душой и при этом вот так складываем руки кто нам поверит что мы с открытой душой интересно если мы так сложили руки поэтому если уже с открытой душой то откройте свой жест если говорим большой то и показываем большой иначе в противном случае как бы вот это вот несоответствие это есть такой как говорится юмористический прием да говорить одно а показывать с точностью да наоборот да и у нее глаза большие большие да и что мы в этот момент сразу же делаем поэтому если вы хотите добиться все таки серьезного отношения к тому что вы говорите а не юмористического то пусть ваш жест подчеркивает ваши слова все невозможно объять необъятное как говорит казьма фрукту то что вы хотите что вы хотите что вы хотите сделать